Жаркая погода буквально уговаривает нырнуть в прохладную воду с головой. Но табличка «Купаться запрещено» здесь стоит не ради издевки над уставшими от жары людьми. Это значит, что в пруду сильно загрязнена вода или есть риск подхватить кишечную инфекцию. Битое стекло на дне, затонувшая арматура или острые камни. Даже такие сюрпризы можно встретить при купании в неотведенных для этого местах. Но несмотря ни на что, людей тянет к воде. Мы очень давно хотели куда-то сетить, покупаться. Нашли это место в интернете, съездили, нам очень понравилось. И теперь каждый день сюда ездим. А не пугает то, что вы какие-нибудь инфекции можете пугать? Нет, я бесстрашна. Рядом у нас больше таких нету. Там обычно болота или какие-нибудь такие. Здесь более-менее. И люди купаются, вроде все нормально. Я в принципе не отсюда, я не сам из Москвы, в Саренбургской области. И как бы в таких же годах купались, и ничего, живое есть, здоровое. Даже здоровее намного лучше. Ну, в жаре, в доме сидеть тоже, наверное. Тем не менее, в Ленинском округе нет ни одного водоема, отвечающего санитарным требованиям. Однако, когда столбик термометра превысил 35 градусов, пляж у Булатниковского пруда наполнился людьми. Помимо отдыха под солнцем, купающиеся нашли и другое развлечение – прыжки с плотины. Лазать по ней крайне опасно. Настилов здесь нет, отдыхающие перебираются по железному каркасу. Конечно, страшно, но, к сожалению, нормальных мест нет в ближайших районах. Из-за этого лазим здесь. Покупалась, пошла чуть-чуть подальше, поглубже и наткнулась на камень. И чувствую больно что-то, ну, стало в ноге как-то. Потом выхожу и смотрю, у меня вся нога распоротая. Вот, я боялась, что подхочу что-то. Ну, то есть, там либо камни очень острые, либо стекла. Я так и не поняла, что там. Вот, и я бы не советовала там купаться. После такого отдыха жители часто обращаются к врачу. С чем сталкиваются пациенты, нам рассказала врач-инфекционист Татьяна Корякина. Купаться в тех местах, где установлена табличка, то есть купаться запрещено, купаться, конечно, не следует. Потому что это риск заболеть различными инфекционными заболеваниями, паразитарными заболеваниями. Также различными кожно-аллергическими могут быть проявлениями. Особо часто можно столкнуться с острыми кишечными инфекциями, которые хорошо всем известны. Это самонелы, дизентерии, различные виды кишечных палочек. Также у нас паразитарные заболевания, это аскоридоз, лимблиоз. При купании в водоеме можно заболеть таким инфекционным заболеванием, как острый вирусный гепатитар. После проведенной реконструкции у кинотеатра «Искра» появились сухие фонтаны. В солнечную погоду здесь всегда много желающих освежиться. В такую жару страшнее перегреться, замечают они. Это, наверное, самое ближнее место, где можно искупаться. Вода чистая, дети в безопасности. Здесь вообще очень прикольно, и площадка рядом. И вот эта прохладная вода в 35 градусов жары – это просто спасение. Не только для детей, но и, видите, для взрослых тоже. Однако проводить в фонтане долгое время врачи не советуют. Это связано с тем, что в нем несколько часов циркулирует достаточно небольшой объем воды. Она застаивается, почему и имеет характерный запах. Многие жители жалуются, что место отдыха давно не чистили. Остаются и любители провести досуг в других городских фонтанах, чего делать категорически нельзя. Вода в фонтанах, она все-таки техническая, да, она не соответствует определенным нормам для купания, да. Плюс ко всему в фонтанах у нас установлены и насосы, да, и трубопроводы. Также они оснащены какими-то светильниками, да. То есть это риск, во-первых, получить электромеханические какие-то травмы. Врачи рекомендуют купаться только в отведенных для этого местах, чтобы минимизировать риски травм и инфекционных заболеваний. Перечень водоемов легко найти в интернете. Отдыхать здесь советуют с 8 до 11 утра и с 4 часов дня до 7 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.